Чтобы унизить голодного мужа, вы демонстративно вылили кастрюлю супа собакам? Вы считаете мужа никчемным любовником, так как за 20 лет совместной жизни ни разу не испытались с ним оргазмы? Вы считаете себя бессовестной с***кой за то, что на 19-ю годовщину свадьбы занимались сексом с любовником, в то время как муж ждал вас с букетом цветов? Ого, ребята! Вы желаете мужу смерти, так как это, в отличие от развода, позволит вам безраздельно владеть всем совместно нашим имуществом? Да. Всем привет, ребята, с вами Чент, и вы смотрите проект Детектор Лжи. Напоминаю, что каждый день в 7 часов вечера выходят новые выпуски. А если этот видеоролик набирает 10 тысяч лайков, я начинаю снимать новую, ребята, историю. Ребята, подписывайтесь на мой инстаграм. Море крутых фото из моей личной жизни, которые ты больше нигде не увидишь. Интересные встречи, популярные блогеры, прямые трансляции и многое другое. Это все в моем инстаграме. Подписывайся, и ты не пожалеешь. Ссылка в описании. Можно ли заставить дочь полюбить тебя, когда унижаешь ее даже за случайно пролитый стакан воды? В этом пришла разобраться Зоя Сидоренко. Я Сидоренко Зоя. Мне 42 года. Приехала из карабиновки. Цель у меня – изменить все. Изменить отношения с мужем. Простить и отпустить все обиды, все непонятки, которые были у нас. Ей надо разобраться с сидеть. Мне хотелось бы понять, как мне дальше общаться с дочерью. Мы не понимаем друг друга. В чем проблема? Поймем, в чем проблема. Мне не легко. Встречайте, Зоя Сидоренко. Здравствуйте, Зоя. Прошу присаживайтесь. Спасибо. Зоя, почему вы здесь? Мне хочется изменить свою жизнь в лучшую сторону. Научиться жить свободно. В любви, в радости, по-доброму. Совсем по-другому, как я жила раньше. Раньше у вас все было плохо. В моей жизни были разные стороны. Но сейчас я немножко переоценила свою жизнь. Мне немножко здорово переоценила. Возраст такой. 40 лет мы копаемся в себе. То есть вы решили подтвердить тезис, что в 40 лет жизнь только начинается? Ну, таки да. Хорошо. Давайте познакомимся с людьми, которые пришли понаблюдать за тем, как вы будете менять свою жизнь в лучшую сторону. Дочь, муж. Дочь, Зоя. А то я не понял, кто. Подруга, наверное. Муж, Зоя. Людмила, подруга, Зоя. Все логично. Правила вы знаете? Да. Не врать. А еще честно отвечать на мои вопросы, которых 21. Пока не видно какой-то жести, но я чувствую, что она должна будет там, ребята, всплыть. Все вопросы разделены на блоки. В первом блоке 6 вопросов. Фиксированная сумма 5 тысяч гривен. Начинаем. Конечно. Внимание, вопрос. Вы считаете, что истинная женщина должна выглядеть ухоженной, поэтому делаете макияж и прическу, даже когда собираетесь доить коров? Да. А вдруг корова не оценит? Правда. Ну, как-то соглашусь, немножко странно. Ну, есть моменты, которые, мне кажется, не стоило бы тратить ни деньги, ни время на это, чтобы корову подоить. Как бы перед кем? Ну, бабы такое замут. Я ухоженная женщина, но каждый день я не делаю макияж, чтобы идти к корове, но она радуется мне, макияжу моему. Кстати, интересно, вы когда ее доите с макияжем, удои увеличиваются? Конечно, вы что? Нет. Никак это на удои не влияет? Нет, на это не влияет. Корова просто радуется. Бела, как вы относитесь к такой причуде своей подруги? Я тоже так даю, да? Я ее воспринимаю целиком, поэтому на причуды я ее не разделяю. А в чем заключаются мои причуды? Как минимум в том, что вы не поняли, в чем они заключаются. Ну, да. Хорошо, кем вы работаете? Бизнесвумен. Я продаю молочную продукцию. Я делаю сама творог, сметану, сливки, гружу все в машину. Еду на рынок и продаю там. А у вас есть официальное разрешение на торговлю молочной продукцией? Я ее получаю официально на рынке. Ну, молоко. Официально на рынке. Ребят, я тот человек, который на рынке был. То, что официально можно получить на рынке, ну, вы, конечно, извините. Ну, это все вообще бред. Творог, они проходят какую-то проверку, да? Конечно, лаборатории проходят. Брехня, ребята. Внимание, вопрос. У нас тоже есть лаборатория, но... Торгуя на рынке молочными продуктами, вы обманывали покупателей, продавая испорченный товар? Да. Так все на рынке делают. Ну, я не торговал, как бы. У меня игрушки были детские и тому подобное. Поэтому мне не настроило говорить, что там уже вы обостретесь дома. Но... Конечно. Да. Это... А кто не продавал, да? Правда. Ну, где-то перетопилось, не так бы мне, как мне хотелось, творог. Где-то не допродало. Какой-то мусорок на творог. О, это уже... О, это она бред. Она сейчас говорит, что это настоящий бред. Тут проблема в том, что ты там в срок годности. Он же давно пропал, а ты еще втюхиваешь. Мусорок. Если это не в оберке, это же испорчено. О, это она сейчас начинает оправдываться. Я продаю там. Уже здесь врет. Вы продаете молочные продукты. Вполне возможно, их у вас покупают мамы своим детям. Да, у меня покупают мамы. И очень много лет уже покупают. У меня постоянные клиенты. Еще никто не пришел и не высказал мне свое недовольствие чем-либо. Врет опять. Может, потому и не пришли. Потому что уже не могут. Постоянных людей, которые приходят ко мне. Ну, те, которые выжили, приходят. А которые нет, не приходят. Ну, видно, что она врет. Об этом я не думала никогда, что я могу быть причиной. Как бы за столько лет она никогда не продавала простроченное вообще молоко. И все это должно храниться в холодильниках и так далее. То есть, если какой-то, в общем-то, момент хранения. У нее этого нет. Она в машину погрузила и на улице продают без никаких холодильников. И она говорит, что у нее не может творог или молоко пропасть. Ну, ребята, ну кого она лечит? Пришла еще на проект детектор лжи. Не выживших людей. Карпачев, наверное, понимает, думает, ладно. Как-то это не по-человечески. Виктор, вы как относитесь к тому, что ваша жена, ну, способна отравить другого человека? Да никого не отравить. Я живой. И все нормально. Скажите, Людмила, а вы вместе с мамой живете? Да, вместе. Сколько вам лет? 22. Какие у вас отношения с мамой? Сейчас не очень хорошие. Мы не понимаем друг друга во многих сферах. Она обижается на мои какие-то поступки, я обижаюсь на ее поступки. Например? Ее раздражает, что я медленная. Да, я медленный человек. Она быстрый человек. То есть у нее там работа намного быстрее. От этого происходят все конфликты. Больше всего я не могу понять, как можно лениться по любому поводу. Ну, например, Люда. Помой банки, помой посуду. Ответ – сейчас, сейчас. Корову подай. Она говорит – сейчас, сейчас. Я теперь сама не совсем понимаю. Ты пролила воду. Сколько я тебе говорю? Вытри. Люд, вытри, пожалуйста. Сколько перед этим раз я скажу? Вот она, ну, сдвинуть ее на какие-то моменты, чтобы она, ну, трудилась, очень сложновато. Вот я не понимаю, как можно не помочь. И почему не помогать? Ну, если это и тебе польза от этого. Какая польза ей от банок, скажите? Такая польза, что это наш доход, которым мы могли жить и получать вещи, питание. Ну, вообще, помогать надо. Ну, это нормально, если люди помогают друг другу, близкие. Вы сейчас уже на меня давите. Нет, я просто спрашиваю. Уже я сейчас чувствую себя обязанным идти мыть банки и доить корову. Пойдемте. Нет, ну, если вы так общаетесь, я понимаю, чем не довольна ваша дочь. Почему она протестует? Да. Продолжаем? Да. Внимание, вопрос. Вы считаете себя идеальной матерью, так как готовы среди ночи мчаться в другой город, только чтобы подчинить молнию на джинсах совершеннолетней дочери? Чего? Вы серьезно? Что это за бред? Да. Девочка находится хрен снаете, мама у меня замочек разошелся, она будет лететь через все города? Это... Это что за гиперопека? Правда. У нас головой это. Километров вы преодолели для того, чтобы подчинить молнию? Тридцать. Бред. Моему ребенку что-то нужно? Даже молнию починить? Я сажусь на машину и еду. Меня ничего не остановит. Это не одна ситуация, таких ситуаций много. Ну, для меня не составляет труда помыть банки для нее, починить молнию и все остальное. Вот я в три секунды сделаю. Даже если не попроще. 22 года девки. Моя мама такая женщина, она много очень в гиперопеке. Сначала, когда я была маленькая, это было хорошо. Потом, когда я подросла, когда мне было 16 лет, это было хорошо. А я думала, что всегда мамы должны быть такими. Все мамы выглядят как обслуживающий персонал, да? А когда я стала взрослой, это я так поняла, что не очень хорошо. Потому что иногда, то есть я насколько привыкла, что она все за ней делает, что я теперь сама не совсем понимаю. Потому что она и медленно. Она просит мне сделать молнию. Но она просит сделать мне штаны то и все другое. И я готова на это. И не только на это. Даже, когда мы работаем на огороде, да? Она такой человек, который любит, чтобы все было ровненько, все было так, как она считает нужным. Если что-то не так, не ровненько, то все. Уходи, я сама сделаю. И вот эти вот сама сделаю. К чему мы пришли? Ой, это же моя. Вы понимаете значение слова гиперопека? Да. А вы слово гиперопека понимаете как что-то положительное? Да. Ну, это положительно. Вот гиперопека это вред, в первую очередь, для ребенка. Абсолютно верно. Я же знаю ее очень много лет. И эту тему мы обсуждали еще тогда, когда Люда была маленькой. Она говорила, ты не понимаешь. Ты ничего не понимаешь. Она у меня единственная. У меня тоже один единственный сын. Почему вы считаете, что ваша дочь не способна позаботиться о себе, будучи совершеннолетней? Она способна позаботиться. В данное время, в данный момент она работает. Она развивается. Людмила, кто вы по специальности и что закончили? Психолог. Психолог. Я психолог. Ну, не законченное высшее образование, но бакалавр. А где вы работаете? В колл-центре. Расскажите, сколько вы зарабатываете в месяц? Сейчас немного. А вы дочери материально помогаете? На каждую неделю ездит на базар и выдает определенную мне сумму на жизнь. А развиваетесь вы куда? Развиваю свою коммуникабельность. Ну, как с детства это у меня не очень развито. Я сейчас отошла от психологии и развиваю свою коммуникабельность. В 22 года уже навык коммуникабельности должен быть развит. Но из-за того, что вы, скорее всего, чрезмерно опекали своего ребенка, вот вам с этим дальше жить. На сегодняшний день это я понимаю. Это медвежья услуга. Внимание, вопрос. Вы считаете дочь эгоистичной тварью, так как она отказывается помогать вам выплачивать кредит, взятый на ее обучение? Неблагодарная-то какая, а? Это? Я ее учила, деньги заплатила, а она? Правда. Ну, что скажем? Когда она начинала учиться в платном университете, я взяла кредиты. У меня было совсем другое здоровье, совсем другое состояние материальное. У меня не только коровы были, у меня были бролеры, большое хозяйство, рынки. Я ночами не спала, муж самоустранился. Потом получилось так, нужно было поступать еще на пятый курс. Я просто сказала, Люда, я на сегодняшний день не вытяну физически учить тебя еще один год, нужно помочь. Я захожу в тупик. Она плакала и кричала, говорила, что я не смогу помочь. Ну, вот в такие моменты я ее обзывала тварью в порыве гнева. От безысходности. Ну, согласен, с другой стороны, девке 22 года уже, большая корова, а помочь матери не может, в чем проблема? Взяла я очень много на себя, а потянуть физически не смотрит. Ну, это вот гиперопека, это тот момент, когда ты уже жопу вот так вот лизал в ребенку, и она уже все, на голове сидит. А дочь вас уговаривала взять? Один ребенок. Ясно, что его залюбили. Нет, она не уговаривала. Не уговаривала. Не заставляла? Нет, не заставляла. Это было ваше решение. Это было мое решение. И из-за того, что вы с ним не справились, она оказалась тварью. Интересная у вас позиция. Как вас еще мама называет? Ну, с**кой бывает называет. Она язвит в этот момент конкретно. Вот она язвит, а я что-то вот в порыве гнева выпалю. Смотрите, вы гневом не прикрываетесь. А вот мне интересно, это вы так ребенка стимулируете помогать вам? С**ли, мои банки. Нет. Я ей-то говорила, что мне неприятно, когда меня обзывают. Мы в селе там привыкли, что всех все обзывают. Ну, это как национальный язык, получается, деревенский. Да. То есть я тоже могу там к вам обращаться. Скотина, что ты по этому поводу думаешь, да? Ну, это же привычный лексикон для вашей деревни. Это лексикон не деревни, а семьи. То есть человек не понимает, что если она будет меня так воспитывать, да, в такой семье буду воспитываться, что это и в мою семью, возможно, перейдет. Вы, мне кажется, живете с мыслью о том, что вам все должны. Согласен. Минимум близкие. Есть чуть-чуть такое. Я сейчас на себя возьму непосильную ношу, а потом вы тварями окажетесь, потому что мне не помогаете. Нет. И даже не осознаешь. И даже не осознаешь, что ты не слышишь даже Дмитрия. Ну, прости меня. Извинилась. Мне рада, так всегда люблю эти извинения. Ну, прости меня. Пожалуйста. Я раскаиваюсь действительно, что мы жили не так. Что я позволяла себе эти грубости. Не чувствую искренне чувствовать. Чувство вины. Но это уже лучше. Я так не считаю. Но. О. Вот это другое дело. Вот это другое дело. Молодец. Вот то, что понты какие-то были для приезжих. Это настоящее и искреннее чувство. Верю. Теперь верю. В этом нет никакой игры. А начинала играть. Верите, что мама изменится? Я надеюсь, да. Виктор, скажите, а вы принимали участие в воспитании дочери? Ну, да. Какое? Ну, какое? Пассивное. Не мешало. Там хватало мамы. Соловой. А папа где был? Много. Это не значит, что папа ребенку не нужен. Да, нужен. Тут смотрю, мои вопросы ставят вас в тупик. А сколько лет вы в браке прожили с Зоей? Прожили? 23 года. У нас спокойные, ровные отношения. Мы понимаем друг друга. Это прекрасный человек. Спокойный. Хороший. Оно видно, что мужик такой, в общем-то, под бабой стоит. Тут баба главная. Он сидит в беднике, молчит и просто в трубочку дышит. Смотрите на него. Внимание, вопрос. Тут баба главная. Чтобы унизить голодного мужа, вы демонстративно вылили к кастрюлю супа собак? О чем я только что и говорил? Ну, тут видно психотип человека, что... Да. Это... Капец. Правда. Я просто покормила собак. Покормила себя и собак. А то, что мужик голодный туда сад... Я хотела ему дать понять, что ему пора кормиться самостоятельно. Я пришла к тому, что я уже не хочу, не могу обеспечивать комфорт и жизнь человеку, который не обращает на меня внимания. Которому неинтересно, что я делаю. Когда я лежу больная, я решила, что ему пора добывать себе туалетную бумагу самостоятельно. Когда я поняла, что мне хочется отнять у него эту бумагу, чтобы он понял, что ее кто-то туда положил, что это нужно зарабатывать. В этот момент мне стало страшно самой от этого чувства. И это была кардинальная, так сказать, точка, что нам вместе жить нельзя. Виктор, а вы помните эту историю? Когда собаки сыты, а вы голодны. Да, помнит. Ну, неприятно было. Есть продукты, с которых можно в три секунды приготовить. А я не у вас спрашиваю. Если я разговариваю с другим человеком и не спрашиваю ваше мнение, зачем вы пытаетесь его навязать? Своих пять копеек ставить, абсолютно верно. Да. И не пытаюсь навязывать мнение. Если вы пытаетесь, тогда сидите молча. Что скажете, Карпан был. У него уже бомбит. Ну, моменты бывали такие у нас в жизни, что... Действительно, я был иногда без работы. И я был на изживении. Обеспечивала семью ваша жена? Ну, почти. Так вы на работу ходили? Ходил. Деньги домой приносили? Носил. Этих денег мало. Хорошо. Почему на другую работу не пошли? Не вторая, третья, четвертая была. Он хотел расти, мне кажется. Но? И... Все равно мало денег? Ну, мало. По-любому. А вот их мало по объективным причинам? Либо у вашей жены аппетиты большие? Большие, да. Наверное, второе. Да. Бывало и такое же. И аппетиты большие были. Ну... К примеру, кофточку за 900 гривен. Ого, слушайте, я живу в городе Киев, себе такого не позволяю. А это еще снимал экстренно-занкай кофточку за 900 гривен. Я покупаю кофточки 150-200 гривен. В то время. Футболочки. Но мы все равно ее купили. А это село. Ну, то есть, ребят... Ну, они разные люди просто. Возможно, с другой женщиной он бы что-то и достиг. А скажите, Людмила, а отца как? Она его задавила, возможно. Ну, как только захочет. Ну, скотина, то есть... Ну, все неприятные слова, то есть... То есть, к нему так же. Виктор, а напомнишьтесь тому, что ваша жена вас оскорбляет? Я человек маленький. Знаете, вот вы себя так ведете, что у меня складывается впечатление, что вас не только оскорбляют, но и бьют дома. Нет. Била мама папу? Да. Ну, если это можно назвать. Это Била. Согласитесь, видно, да, насколько он вообще зажат, насколько он закомплексован, насколько он считает себя никем. Бьет, это бьет. А как это происходило? Капец просто. Допустим, какая-то ссора, что-то маме не понравилось, что-то папа не сделал. Так, ну, я говорю так, как я думаю, хорошо? Конечно. То сразу же, сразу же она может и... А как она его бьет? По спине, просто руками. То есть она позволяет-то себе. А за что папу била в последний раз? Ну, что-то он не сделал и... Что-то мы там строили, по-моему, когда дом строили. И там я щелочку не так заделал. Ну, переделай я что-то. И так сойдет нормально она. Ну, и слово за слово и пошло. Ну, монстрам меня совсем показывать не надо. Были ситуации, когда он бил корову. Вот она зашла в хост-помещение, он начал ее бить. Я зашла и вытолкала ее. Оправдание, да, тут? Он корову избил. Вы понимаете, корову избил. Ну, блин, за размеры коровы видели? Ее можно так вот шлепнуть, ей приятно будет, если честно. И тут она пытается тупо оправдываться. Он корову избил. Ну, это смешно. Или корову, Виктор. Да. Зачем? Накостылял корову, Виктор. Потому что она оторвалась и залезла в соседские огороды. Знаете, почему муж корову бил? Потому что ему больше некого бить. У меня складывается впечатление, что дочь и мужа вы цените меньше, чем корову. Я понимаю, что с них удой никакой. Она даже банки не моет. Но нельзя же корову ценить больше, чем родных. Я здесь для того, чтобы найти в себе разума, чтобы общаться по-другому и вообще строить жизнь свою по-другому. Да, что-то пока не получается особо. Для того, чтобы строить жизнь свою по-другому, нужно поменять отношения к людям. А вы людей ни во что не ставите. Они вам должны и обязаны. А если они вдруг не соответствуют вашим ожиданиям, они твари и скоты. Виктор, вы пробовали ее приструнить, поставить на место? Ну, только словами и все. Я смотрю, Людмила засмеялась в этот момент. Хотя это бесполезно. В смысле бесполезно? Ну, приструнить. Почему? Потому что человек такой. Сначала в их семейной жизни, как мама ранее рассказывала, то есть что все было в порядке. Сначала муж был во главе, да. А потом все изменилось. Можно вот эта ее власть как бы... То есть вы подавили не только ребенка, но и мужа? Ну, не подавила. Он не хотел этого. Просто не хотел. Вот это стремление к лидерству, ну, по сути дела, оно погубило эту семью. Но она не может просто по-другому. Это не стремление к лидерству. Это огромный страх о будущем. Что она принимает решение все контролировать. Дочь не сможет. Муж не способен. Только я. Я самая лучшая. Эгоист. Даже дело не в том. Дело в том, что только она знает, как должно быть. Конечно, только она знает. А что значит, я не хочу? Но она знает только слово надо. Смотрите. Надо 10 раз присесть. Вставайте, приседайте. Не буду. Почему? Не хочу. Что значит не хочу? Надо. Кому это надо? Это улучшит кровоток, что повлияет на ваш интеллектуальный уровень. 7-минутный. Если это поможет... Что это за показуха? Это он показывает, что значит, когда управлять. 6. Надо. 7. 8. 9. 10. Хорошо. Садитесь. Если это поможет мне, я это готова сделать. и моим близким. Это такая показуха, ребята, была. Вы неправильно приседали. Надо было руки вперед вытягивать. Давайте еще раз. Больше не буду. Почему? Вы неправильно приседали. Больше не буду. Надо было приседать с вытянутыми руками вперед. Больше не буду. Присела, как смогла. Это неправильно. Но больше не буду. Сделала неправильно. Переделайте. Не буду. Почему? Не буду. Почему? Не вижу смысла в переделывании в этом. Я вижу смысл. Приседание должно быть правильным. Я сделала? Это он тупо показывает полностью ее поведение. Даже по то же самое, когда крышу муж делал. Чуть-чуть говорит, нормально, нет переделывания, так нормально. И потом наклепала его. Как сделала? И кровоток пошел, все нормально. Вы понимаете, как приседание связано с вашим отношением? К дочери, к мужу. Понимаю, о чем вы. Как? Ну, то, что я заставляла их, и все делали. Ну, то, что хотелось мне. Понимаю. Ну, хорошо, давайте тогда продолжим. Внимание, вопрос. Вы считаете мужа никчемным любовником, так как за 20 лет совместной жизни ни разу не испытали с ним оргазм? Дядька думает, ну да. Это... Бедного мужика унижают и унижают. Мне ж его жалко, ребят, честно. Жалко мужика, лайк под видео. А что это за деликатная история? У вас-то оргазм был? Ну да. Ну вот. А у жены не было. Вы знали об этом? Нет. Видите, муж просто не знал. Он знал об этом. Я ж не молчала. Я все время разговаривала с ним. Я ему даже когда-то сказала. Ну, ты понимаешь, что у нас пустота. Мне интересно, это я не такая? Почему мои подруги рассказывают одно и общаясь? А почему я... Ну, почему в моей жизни это не случается? А почему вы думаете, что проблема в муже? Вы считаете женщину непричастной к получению оргазма? Проблема в наших отношениях. Отлично. Уже звучит наших, а никчемный любовник муж. Он заботился о себе. Всегда. И в сексе. И поспать. И покушать. Он заботился о себе. А вы о других. А я заботилась о всех. Виктор, вы согласны с женой, что эгоисты живете только для себя? Ну, пускай бы и так. Он на все согласен. У меня никогда не было мужчины рядом, который бы понимал меня. Какой-то мужик тряпкой, ребята. Это у нас сейчас вообще на кадрах. В определенный период я искала ответа, почему так в нашей жизни. Разговаривала с Витей. Ответа я никогда не получала. Я не могла докричаться до человека. А вы интересовались, что хочет он, что для него важно? Спросите его. Интересовалась ли я этим? Я интересовалась. Я всегда спрашивала, я просила, я плакала. Ну, давай что-то менять. Давай в этой жизни что-то менять. Но он не стремился. Ну что ж, ответив честно на первых шесть вопросов, вы заработали пять тысяч гривен. Во втором блоке пять вопросов. И фиксированная сумма 15 тысяч. Продолжаем? Да. Внимание, вопрос. Вы считаете себя бессовестной с**кой за то, что на девятнадцатую годовщину свадьбы занимались сексом с любовником, в то время, как муж ждал вас с букетом цветов? Ого, ребята! Вот это залет! Да. Это... Я в шоке, если честно. Правда. Жалко мне мужика немного. Мы жили с Витей. Постоянно воевали. Как в коммунальной квартире соседи. И на девятнадцати лет, ну, просто как бы была такая ситуация. Я приехала домой. Со встречи с любовником. А здесь муж. С русахи в шляпе. Человек принес торт, цветы, кофе. А мне даже в голову не пришло, что это праздник у нас. Он говорит, у нас сегодня девятнадцать лет. Но я спросила его, ты издеваешься? Я вышла и ушла. Мы поехали с подругой. Отметили это дело. Выпили бутылку вина. Я разревелась. Но чувство вины, что я что-то в этой жизни не смогла сделать, что получилось именно так. Да, меня... Оправдывает себя. Я чувствовала себя х**кой, что не смогла сложить отношения. И что он сейчас, на сегодняшний день, пытается что-то для этого сделать, а мне это уже не надо. Виктор, знали о том, что у жены есть любовник? Не знал, но предполагал. А скажите, вот почему решили устроить праздник? Да не знаю. Хотелось как-то еще взладить свою вину. Что так все как-то, не как у людей, все перевернулось. В отношениях, во всем. Считаете, что вы в этом виноваты? Ну да. Мало внимания уделял. Ну так верните жену назад. Не захочет. Насильно мил не будешь. Боритесь за нее, если она вам важна. Да нет, ей так лучше будет. А мне это уже не надо. У меня есть отношения с мужчиной. Я люблю его даже. А что чувствует он ко мне? Я до конца не понимаю. А вы спрашивали? Да, я спросила. А он что сказал? Он сказал, что пока не готов менять свою жизнь. Он женат? Нет. Ну а на бумагу туалетную он себе зарабатывает? Да, он зарабатывает себе на туалетную бумагу и хорошо помогает мне в многих вопросах. Единственное, что я как бы не понимаю, а любит ли он меня? Ну и в какой-то мере понимаю, что не любит. Вот я слушаю вот сегодня ее. Она уже решила за него. Любит он ее, не любит он ее. То есть она все уже решила. А разве могло быть по-другому? Нет, конечно. Я не хочу быть нелюбимой. Я просто наблюдаю за вашей позицией, Зоя, и у меня складывается впечатление, что рядом с вами любой мужчина превратится в Виктора. Согласны со мной? Да, абсолютно. Я и сама этого боюсь. Тогда что надо делать? Меняться. Если бы я знала, что мне делать до такой степени, я бы здесь не сидела. И все было бы по-другому. А вот вы здесь сидите, и я вам об этом говорю все время. Что нужно делать? Вот знаете, какой бы сильной ни была женщина, она всегда ищет мужчину, рядом с которым позволит себе быть слабой. Да? Ну не слабой. Я хочу быть любимой. В вашем случае, вначале, вам надо стать слабой. О, Боже. Иначе вы любого сильного мужчину превратите в Виктора. Скажите, какие были отношения между вашими родителями? Там мама тоже всем заправляла? В какой-то мере, да. А отец как на это реагировал? Вот так же? Нет. А почему их сегодня нет здесь? Они по здоровью. Ну, не смогли бы здесь быть. Они бы даже не выдержали дорогу. Внимание, вопрос. Желая защитить мать от побоев мужа, вы прикрывали ее своим телом, даже когда в руках у отца был нож? Да. Ого, разборки между бабушкой и дедушкой. Правда. Скандали были очень серьезные и очень часто. Они не понимали друг друга. И они дрались. И были сцены и с ножами, и с вилами. Совсем. Было всего. Ну, так как отец был сильнее, он побеждал маму. Иногда мы дружно побеждали его. И так сложилось с детства, что когда отец пьяный, если у меня удавалось уложить его тихонько, значит, мы спали спокойно. Если он не уснул, значит, были бурные сцены, разборки у них. Ну, как-то так. И с детства вы уже привыкли брать на себя ответственность? Да. В детстве вы поняли, что сильный мужчина – это опасно? Да. Внимание, вопрос. Вспоминая родительские побои и унижения, вы настолько боитесь быть обиженной, что нападаете первой, даже если в этом нет нужды? Да. По ней видно, что баба, она эгоистка и хочет быть главной. Она может клепать просто так. Правда. Хотя этого и не требуется. Я защищаю себя. Даже в тот момент, когда мне что-то где-то грозит на стороне, я готова всегда себя защитить. А исходя из вопроса, на который вы ответили утвердительно, им даже обижать вас не надо, для того, чтобы вы начали на них нападать. Просто чтобы сам утердиться. Понимаю. Если ваша дочь начнет мыть банки и доить корову, вы найдете к чему придраться. Да. Креново, а не да. И возникает вопрос. Кто виноват в происходящем? Ну? Я виновата, что я не могу принять то, что она медленная. Да. Я не принимаю людей такими, какими они есть. Да. Так проблема, что в тебе, а не в других. В Чехии свои проблемы, просто свои она не видит. Наверное, потому, что не остановила эту ситуацию раньше. Хотя понимала, что я как бы сильнее. Он бы ушел в свою жизнь, а я бы ушла в свою жизнь. Не было бы разочарования, не было бы оскорблений, были бы другие отношения с дочь ее. Я бы не обозлилась. Я бы не пошла, не пустила свою бы жизнь под откос, свое здоровье не угробила бы. Настолько. Глупо просто. Она не понимает. Это уже хорошо. Скажите, вы вместе живете? Нет. Ну как, он по паспорту муж. Но мы не живем очень давно вместе. А почему не разведетесь? Особо, как сказать. Это формальность, в принципе. А моя версия. Для того, чтобы разводиться, нужно разделить имущество. Определенный дом, красивый дом, который, ну, мы выстроили. Это мои мечты. Это мой труд там. Нужно принять решение, как это разделить, что сделать дальше, чтобы было справедливо, чтобы не оставить и его в разбитого корыта, и себе. Так если он там не живет... Внимание, вопрос. Вы желаете мужу смерти, так как это, в отличие от развода, позволит вам безраздельно владеть всем совместно нашим имуществом? Да. Ужас какой. Ну, это правда. Я это прекрасно понимаю. Сейчас это все понимают. Ради дома мужа завалить готово. Нет. Ну, это ложь. Вот и все, ребята. Вот мы заканчиваем наш проект. Виктор, ну, как вы думаете, это правда? Нет. Желает вам жена смерти, чтобы не делить дом ее мечты? Тут уже понимаешь, когда идет ложь. Нет, ничего. Давайте узнаем правду. Тоже дурачок. Это ложь. Почему я не удивлен? Целая такая, да, серьезно? Я желаю мужу смерти, чтобы хату забрать. А вы что? Я это так прекрасно понимал по ее, в общем-то, поведению, психотипу. Угу. Что скажешь? А вот скажите, ну, давайте так, вы, к сожалению, солгали и все равно проиграли. Ну, быть может, у нас получится дом поделить правильно. Вот скажите, Виктор, вы готовы отказаться от своей половины дома? Нет. Готов. А что для этого нужно? Документы составить. Смотрите, как все просто решается. На его взгляд, это будет справедливо. Ну, или он может, например, написать дарственную на дочь. Чтобы вы были спокойны. И все, и тогда можете разводиться, и ничего мне будет мешать. В этом плане, наверное, вам с ним повезло, действительно. Но я не... Ну, я не готова. И этот вариант вам не подходит. И тут опять несправедливо. Надо, чтобы умер, да? Опять все должно быть по-вашему. Как это, переписать на дочь? Вы что? А потом дочь со мной будет ругаться. Только мне. А что было только мне, надо его грохнуть. По-моему, вы перегибаете палку. Я согласен, баба с головой не дружит. Если честно, для меня ваш случай, он не вызывает никаких вопросов. Вы не понимаете о себе очевидные вещи, которые понятны и дочери, и подруге, и мужу. Вы пришли сюда изменить жизнь? Да. Но вы к этому не готовы. Вы не хотите меняться. Вас интересуют только вымытые банки и подоиная корова. Я хочу меняться. А вот скажите, Милу, на ваш взгляд, в чем маме необходимо измениться? Самолюбие, свою гордость. Я хочу чаще уважать своих близких и принимать людей такими, какими они есть. Не указывать, как мне жить. То есть как правильно. Принимать то, что я бываю ленивым. Ей все равно. Да, я ленивый человек. А вы, ленивый человек, готовы перестать брать у мамы деньги? Да, готовы. С того момента, как только мы отдадим наши кредиты. Хватит сидеть у мамы на шее. Тоже согласен. Разве двухлетняя баба, блин, а сидит у мамки. Какие выводы вы сделали для себя? Слушать других. Не принимать решения за других. Принимать решения только за себя. А если вдруг они не согласны с вашей точкой зрения, тогда что с ними надо сделать? Ничего. Отпустить. В любом случае, вы солгали. И для вас участие в этом проекте подошло к концу. Можете присоединиться к своей группе поддержки. Вот тебе и подсознание. Я никогда этого не дну. Никогда в жизни. Но я знала, что это ложь. Я тоже знала, что это все знали, что это ложь. Чувствовала. Ты сама себя не знаешь. Пошли. О чем мы говорим? Даже она тогда еще, когда не было вопроса, она говорит, типа, ну мы с ним не разводимся, потому что мы не можем решить вопрос по дому. Все. Это уже ответ, что вы ждете, чтобы он конкунул? Если ты с ним не живешь, у тебя есть другой любимый человек. Да, жду. Для того, чтобы хата была вся моя. Сейчас я в шоке. Просто я в шоке. За что я соврала. Знаю почему, но я знала, что это ложь. Это чувствовалось. Я очень надеюсь, что эта передача не придет именно для них. Для матери и дочери она не придет даром. И Зоя наконец-то сможет научиться слышать своего ребенка. И только ребенка. Я буду надеяться на то, что она хоть что-то поняла. Я буду контролировать каждое свое слово, чтобы не обозвать ее, не обидеть. Но я буду спрашивать, чего хочет она. Скажу, что я люблю ее. Это просто колоссальный прогресс. Ну что, ребята, вот наш проект подошел к концу. Как вообще вам? Напишите в свои комментарии, что вы думаете по всему этому поводу. И напоминаю, что каждый день в 7 часов вечера по московскому времени выходят новые ролики. И как только именно этот ролик набивает 10 тысяч лайков, я начинаю снимать, ребята, новый выпуск. Это был Андрей Чент. Всем пока.